В молодёжном центре этаж Станицы Северской прошла литературно-музыкальная гостиная «Во имя жизни», посвящённая Дню памяти воинов-интернационалистов. Встречу с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне, участниками СВО на Украине и родными погибших воинов провёл глава района Андрей Дорошевский. В этот особенный вечер, скорбный, но торжественный, звучало множество слов, и никто не стеснялся плакать. Атмосферным мероприятием сделали творческие коллективы. «Родина, сибирь и тайга, азиады моря, Родина, мы бурка и племя по тенью орла, Россия, Россия, ты для нас тогда, для меня». 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч солдат и офицеров не вернулись с этой войны. Из Северского района в Афганистан были призваны 107 человек, 320 – в Чеченскую республику и более 400 – на Украину. Сегодня многие отправились добровольцами. «Огромная благодарность тем ребятам, которые пошли в эту зону специальной военной операции и отстаивают нашу территорию. Огромное спасибо родителям, которые воспитали настоящих патриотов. И тогда, и сейчас у нас были, есть и остаются настоящие защитники Отечества. Никто не заберет, не сотрет эту память у нас. Пока мы помним о тех подвигах, о тех людях, которые это всё совершили. Мы будем жить. Мы будем жить и будут жить наши дети, внуки и правы». Скромный мужчина с печальным и немного отрешённым взглядом – Виталий Ничик из села Львовского. Новый герой. Имея боевой опыт службы по контракту, в марте прошлого года он добровольно поехал на Донбасс. Вернулся с медалью за отвагу. А вот муж Елены отдал жизнь за мир и будущее. Имя капитана гвардии Александра Коломыцева недавно увековечили на доске памяти в родной школе героя в посёлке Черноморском. Елена сама военнослужащая и признаётся, всё, что сдерживает её от участия в войне – это маленькая дочь, так похожая на своего отца. Женщина произнесла очень важные слова, которые, возможно, заставят кого-то задуматься. Когда всё началось, мне через месяц муж пишет сообщение. Приехала баня. Через месяц приехала баня. Вы живёте дома, можете пойти помыться, включить телевизор, свет. Что такое жить в боевых условиях, где нет… То есть ты даже не можешь, ну, даже сигарету закурить, потому что ты сразу становишься мишенью. И вот это вот, с тем чувством, с которым… Это не просто сходить в поход, где можно развести костер, это совершенно другие условия. Я хочу, чтобы просто люди понимали, что у них нет возможности просто постираться, посушиться, и одежду нужно менять, обувь горит, просто горит. Я хочу вообще пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, ценить жизнь и помнить, что жизнь состоит из моментов. Ценить каждый момент своей жизни, каждую встречу, каждое слово. Это важно. Когда мы теряем людей, понимаем, сколько места они занимали в нашей жизни. Я представляла себе другую старость. Не такую. Но жизнь сложилась вот так. И он всегда поднял такую фразу. Я здесь для того, чтобы выжили в мире. И вот эти вот слова, которые там, «За Отечество, за веру», мы точно звали верой. Мы не знаем, что будет такое. Но вот он сказал, что я за Отечество и за веру. Все. Сегодня вся страна в едином порыве сплотилась перед лицом внешних врагов. Солдатам на фронт собирают посылки, пишут письма со словами поддержки. Нет возможности сказать так, крикнуть народу. Низкий вам поклон, народ, за то, что вы слышите, за то, что вы помогаете. От матерей, от всех матерей. Спасибо. В торжественной обстановке впервые паспорта получили представители подрастающего поколения. Ребятам вручили главный документ и экземпляр Конституции. Они – новая надежда и залог будущего нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин